Хлеба, зрелищ и серьезных разговоров хватило на всех. Форум, стратегия стабильности развития прошел сегодня в Магадане. Спорткомплекс Колымский уместил более полутысячи участников и десятки экспозиций. Первой гостей встречала гибридная фото-видео установка. Проект молодых магаданских кинематографистов любую съемку делает эффектнее. Энтузиасты вложили уже более миллиона рублей. Быть первым в этих очередях стремились многие. На форуме гастрономические достижения представили пекари, рыбаки, фермеры. Наибольшим спросом пользовалась продукция Комарова. В 96-м начинали с двух коров, сегодня более полутысячи. Основная база предприятия в поселке Снежный. Молодежь стремится, молодежь хочет знать. Сегодня ребята, девчонки приходят на практику, снимают в поселке квартиры. В поселке снимают квартиры, чтобы проходить практику. Это все-таки желание работать. Свои достижения и планы на форуме представила и мэрия Магадана. Стенды посвятили спортобъектам, проектам «Открытый Магадан и народный контроль», а также увеличивающимся объемом строительства. Почти 30 лет в городе Магадане не строилось ни одной школы. В этом году мы начнем строительство школы. Мы подготовили проекту сметную документацию на школу в поселке Снежный. Мы подготовили проекту сметную документацию и прошли экспертизу по бассейну в городе Магадане. Вообще в городе около 80 строек сейчас ведется. Губернатор Магаданской области открыл панельную дискуссию форума. Вступительное слово Владимир Печеный посвятил заслугам колымских недропользователей. В минувшем году в регионе добыто более 32 тонн золота. Для сравнения, в 2014-м менее 25. Выступил на форуме и московский гость. Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик отметил, что субсидирование авиаперелётов жителей Дальнего Востока будет продолжено. Продажи откроются 14 марта. В этом году программа действует до декабря.